ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! По прошествии нескольких дней после подведения итогов выборов президента, можно уже судить не только о результатах кандидатов, но и о организации процесса и ходе голосования в целом. Это тоже очень важно. Вот что больше всего радует, до сих пор нет никаких фактов о массовых фальсификациях и нарушениях, о чем некоторые горе-прогнозеры пророчествовали практически до самого дня голосования. А вот в итоге и оппозиция, и наши, как их принято назвать, партнеры из внешнего мира, скрипят зубами, может быть, от недовольства, но вынуждены признавать, что выборы в России прошли чисто, явка высокая. Так что легитимность победы Владимира Путина не вызывает сомнений. Для большинства населения, хоть мы и не политологи, но это и так все было ясно, как божий день. Ситуация же уникальна тем, что в этот раз, когда расклады предпочтений электората были заранее настолько очевидны, такие подлоги. В первую очередь властям нужно было, чтобы все прошло максимально честно и открыто, без нареканий и поводов обвинить выборы в подтасовках. Вот поэтому искать какую-то систему злонамеренных действий органов власти всех уровней, в этом деле, это тратить время попусту. Нет, ну конечно же, тех, кто уперто, будет капать на мозги. По этому поводу распространять слухи и вбросы через те же соцсети, таких полно. Но у большинства таких личностей это просто работа такая, они за это деньги получают. Ну, пусть отрабатывают дело их, только потом пусть и не удивляются, как их в обществе воспринимают. И вот поймите правильно, рвение вывести нарушителей на чистую воду, это похвально. Такое можно лишь, конечно, только приветствовать, чтобы сознательных нарушений, а то и преступлений, выбранных на участках, не было больше. Но, сдается мне, при декларации таких целей истинные мотивы могут быть у многих иными. Для них информация это актив, очень хороший актив для торга. Как-нибудь отдельно об этом на конкретных примерах расскажу. То, что какие-то накладки, нарушения имели место быть, ну куда ж без этого? Этого никто не отрицает. Ну, такое масштабное событие, столько людей задействовано. Есть и исполнительский идиотизм на местах, есть истечение обстоятельств. Но есть и провокации, просто неправильные трактования того, что видят порой люди. Вот, например, к доказательствам нарушений, я слышал, что пытались притянуть такую фактуру, мол, люди фотографировались на избирательных участках, значит, для отчетности перед кем-то. А вот просто так, сейчас вот, когда все, особенно молодежь, привыкли фоткаться везде и по любому поводу, и выкладывать потом это в соцсети, это, конечно, не вариант. Смешно? Смешно. Но вот люди и смеются над такими потугами хоть чего-то из носа наковырять, когда ковырять нечего. Повторюсь, радует, что в нашем обществе нет волнений и протестов насчет честности выборов и легитимности итогового результата. Значит, власти наши не будут отвлекаться на кризисные проявления во внутренней политике, а смогут сосредоточиться как раз на решении экономических и социально значимых для страны вопросов. Ну, по крайней мере, очень бы на это хотелось надеяться. Ведь им как раз на этом и стоит по полной программе сейчас сконцентрироваться. Вот чего там в итоге нарешают в Москве, в том числе и по кадровым назначениям, узнаем попозже там в течение ближайших месяцев. А пока на местном уровне, в ближайшее время, очень интересно послушать и послание исполняющего обязанности губернатора, какие акценты он расставит, а какие направления определит в качестве приоритетных на ближайшую перспективу конкретно по Самарской области.